Еще в конце июня 1942 года на возвышенности, расположенной западнее сел Переезжие и Щучие, началось сооружение оборонительных позиций, которые 7 июля заняли полки и батальоны 309-й стрелковой дивизии. Сформированная на территории Хакасской автономной области в Сибири, она имела в своем составе преимущественно сибиряков со свойственной им закалкой и выносливостью, что само по себе уже укрепляло боеспособность дивизии. Имея приказ не допустить противника на Донское правобережье, воины-сибиряки заняли полосу обороны по восточному берегу Дона, между селами Покровка и Николаевка. На этом рубеже 8 июля 309-я стрелковая дивизия встретила наступающего врага, а затем еще 5 дней вела ожесточенные бои за Донскую излучину, самой природой предназначенной для размещения здесь плацдарма. В буквальном переводе с французского, означающий площадь для сбора войск, плацдарм в армейском обиходе является местом сосредоточения сил для решающего удара по обороне противника, а также тактически или даже стратегически важной территории, позволяющей в дальнейшем осуществить с нее прорыв боевых порядков вражеских войск. Однако удержать Щучинский плацдарм в тот раз не удалось. Получившие приказ во избежание лишнего кровопролития оставить позиции, подразделения 309-й стрелковой дивизии в ночь с 13 на 14 июля отступили на восточный берег Дона, где перешли к активной обороне Донского рубежа. К обороне перешли и гитлеровцы. Захватившие излучину в районе села Щучье, они сразу же приступили к созданию оборонительных укреплений. В исполнении директивы ОКБ номер 41 от 5 апреля 1942 года, которая была разработана лично Гитлером в качестве общего плана наступательных действий немецких войск в период летней кампании 1942 года и предписывала по достижении первых оперативных успехов немедленно начать оборудование позиций на реке Дон. И потом уже через три дня части вермахта продолжили свой путь на юг по правому берегу Дона, а их позиции в районе сел Переезжие и Щучье заняли Ганведы из состава 2-й венгерской армии. С ними и пришлось воевать воинам 309-й стрелковой дивизии, перед которыми в августе 1942 года была поставлена задача форсировать реку Дон на участке Нижний Корец Переезжие и, овладев западным берегом, удерживать его как плацдарм для предстоящего зимнего наступления. В ночь на 9 августа 1942 года три батальона 309-й стрелковой дивизии форсировали реку Дон в излучине перед селом Щучье и на рассвете перешли в наступление. Внезапно атаковав противника, воины-сибиряки ворвались в его окопы, завязали рукопашный бой, в результате которого было уничтожено до двух вражеских батальонов, а остальные деморализованные подразделения противника начали отход. Таким образом, снова советскими стали села Щучье и Переезжие. 309-я стрелковая дивизия заняла плацдарм по имени села, получивший название Щучинский. Передним краем его обороны стало обширное плато, возвышающееся над окрестностями села и отмеченное на военных картах как высота 167. Именно здесь, в августе 1942 года, завязались самые жестокие бои, ибо владение господствующими высотами дает преимущество любой из воюющих сторон, позволяя сдерживать противника, ломать его атаки и замедлять продвижение войск. Вступившие в сражение за высоту 167 гитлеровцы контратаковали подразделения 309-й стрелковой дивизии и ценой больших потерь сумели вернуть захваченные позиции к вечеру 10 августа. И еще 4 дня кипел яростный вбой, в результате которого батальон под командованием капитана Вовк снова и уже бесповоротно занял высоту 167, а Щучинский плацдарм был расширен до 8 км по фронту и от 2 до 8 км в глубину. Потеряв к этому моменту около полка пехоты, большое количество вооружения и военной техники, венгерские части отказались от дальнейших попыток ликвидировать образовавшийся плацдарм и перешли к обороне. К обороне перешли и воины-сибиряки, которые в течение пяти последующих месяцев продолжали планомерно укреплять занимаемый рубеж на Щучинском плацдарме, строя блиндажи и землянки, прокладывая ходы сообщения, обустраивая пулеметные площадки и минируя подходы к своим позициям. 23 ноября 1942 года, в день завершения окружения 6-й армии Паульса под Сталинградом в Ставке Верховного Главнокомандования возник замысел фронтовой Острогорско-Рассашанской наступательной операции, а затем Щучинский плацдарм был утвержден одним из трех исходных направлений наступления. Из 27 декабря 1942 года в районе Щучинского плацдарма началась перегруппировка советских частей и подготовка их для прорыва укрепленной полосы оборудования противника, глубина которой на отдельных участках доходила до 18 километров. В связи с этим, войдя в состав 18-го отдельного стрелкового корпуса, 309-я стрелковая дивизия сосредоточилась на рубеже Щучье-Переезжие. 5 января 1943 года на Щучинском плацдарме побывали представители Ставки Верховного Главнокомандования Жуков и Василевский, которые заслушали рапорты военачальников о готовности к предстоящей операции и лично убедились в готовности войск к осуществлению наступления. Острогорско-Россашанская наступательная операция началась 12 января 1943 года с разведки боем, которую предприняли воины 25-й гвардейской дивизии, двинувшиеся в прорыв со Старожевского плацдарма и неожиданно для командования успешно вклинувшиеся в оборону противника на глубину до 3,5 километров. После чего командующий Воронежским фронтом немедленно распорядился развить этот успех, и потому главные силы советских войск двинулись в наступление на сутки раньше планированного срока, утром 13 января. А 16 января 1943 года Суфинформбюро сообщило всей стране, на днях наши войска, расположенные южнее Воронежа, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трех направлениях. Из районов Селявная и Щучья на юго-запад, из района Кантемировка на северо-запад и запад, прорвав сильную укрепленную оборону противника в районе Селявная протяжением 45 километров, в районе Щучья протяжением 50 километров и в районе Кантемировка протяжением 60 километров, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед на 50-90 километров. В результате наступления советских войск на Острогорском и Рассашанском направлениях советские войска, продвинувшись на 140 км на запад, разгромили основные силы 2-й венгерской армии, 8-й итальянской армии, а также 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения. Потери венгров и итальянцев составили 71 тысячу человек пленными и 52 тысячи человек убитыми, что позволило военным историкам назвать Острогорско-Рассашанскую наступательную операцию Сталинградом на Среднем Дону.